Привет всем выжившам! Ну что ж, сегодня пойдет речь о довольно необычной игре. Прежде всего, хочу сказать, что я сам являюсь довольно большим фанатом серии Вархаммера. Как Вархаммер Фэнтези, так и Вархаммера 40 тысяч. И в 2013 году Electronic Arts закрыла серверы Вархаммер Онлайн, которые я тогда играл. У меня даже была коллекционка, что уж тут говорить. Но нашлись люди, которых не устроило положение дел, и они открыли свой сервер. И возможно, то, что вы видите у себя на экране, напоминает скорее какой-то вов. И в графическом плане уже довольно устаревшая. Но, блин, эта игра все же о другом. Тут берет скорее атмосфера игры, ее лор, бестриали, которые описывает каждое существо. И черт подери, это сделано действительно классно. То есть погружаться в эту игру, в ее мир, вселенную, это одно удовольствие. И также то, что сами игроки сделали с этой игрой, это... Это просто не описать. Понимаете, когда Вархаммер Онлайн была под крышей Electronic Arts, то диалога между игроками и разработчиками просто-напросто такое ощущение, что не было. Игроки говорили, что нам нужны такие вот изменения в балансе. И нового контента просто не было видно. Ну, поэтому игроки-то и уходили. А после Electronic Arts сказала, что, ну, ребят, проект не окупает себя, поэтому мы его закрываем. А тут... тут видно, что диалог есть. Добавляются новые предметы в использовании. Добавляются новые умения. Например, я играю за последователя Кейна. И если раньше я пользовался чашей и парными мечами, то сейчас я могу пользоваться еще и щитом, который добавила новая команда. И да, моделька щита сделана из щита темного стража, темных эльфов. Но, черт подери, она выглядит как Баклер. Она уменьшена. Там добавили также новые умения, новые пассивные навыки. И это чертовски круто. Чертовски круто, что они работают над игрой и действительно заинтересованы в ее развитии. Это... это классно. Ну и, конечно, книга знаний или быстряли этой игры, это, пожалуй, отдельное удовольствие. Вчитываться в историю местности, читать про каких-то монстров, демонов, нургла или, я не знаю, демонов Хорна. В общем, тут много всякой разной информации. И даже если вы не читали книг и не знакомы с этой вселенной, вам, я уверен, будет интересно. Но в любом случае пишите в комментариях. Может быть, я один такой больной. В остальном здесь довольно понятная система прокачки, которая включает в себя три ветви развития. По мере их прокачки мы формируем тот или иной стиль игры. То есть мы можем вкачаться в хила, а можем, наоборот, перекачаться в какого-то ддшника. Все зависит от нашего желания и того, что мы используем. Ну и, пожалуй, о самом главном. В игре существуют силы порядка и силы разрушения. У сил порядка гномы, империи, высшие эльфы. А у силы разрушения темные эльфы, хаситы и зеленокожие. Я сам люблю больше темных эльфов и хаситов, а вы, я не знаю. В любом случае, создавая персонажа, вы выбираете одну из этих сторон, за которую вы в дальнейшем будете довольно много и часто сражаться. И большинство игроков на этом сервере именно этим и занимается. Поэтому перед своим выбором тщательно подумайте, за кого вы будете сражаться и кого будете защищать. И если раньше нам приходилось покупать ежемесячную подписку, чтобы играть в эту игру, что, конечно, приходилось делать и мне, то сейчас нам достаточно подтвердить свой аккаунт через почту. И мы можем спокойно наслаждаться этой игрой. Кстати, ссылка на скачивание игры и, конечно же, ее регистрацию будет в описании. Ну и в комментариях. И я также напишу, как изменить язык игры на русский. Делается это довольно просто, через особую команду в чате. Ничего сложного. В остальном стоит отметить довольно дружелюбное комьюнити. Даже если вы новичок или у вас есть какие-то вопросы, я уверен, вам как-то помогут. Хоть они в большинстве своем фанаты вселенной Вархаммера Фэнтези или Вархаммера 40 тысяч. Но даже если вы таковым не являетесь, я уверен, у вас получится найти пару друзей. Ну и раз у нас видео подходит к концу, давайте я расскажу вам, чем меня вообще зацепила эта игра, которая закрылась уже в 2013 году. Ну, как ни крути, она, блин, древняя. И тут уже ничего не сделаешь. Но в любом случае в ней есть механики, которые по сей день дают фору многим современным играм. Например, система ПВЕ событий, которая так или иначе нам будет попадаться, когда мы будем прокачиваться и путешествовать по миру Вархаммер онлайн. Или, например, то, что каждая карта разделена на разные участки влияния. И убивая монстров и выполняя те же события, мы будем продвигаться по уровням. Получая ту или иную экипировку. И получая, конечно же, знания об этой местности. Ну и, конечно же, каждая местность относится к какой-то определенной фракции и обладает ее колоритом. То есть, в землях хаоса вы будете чувствовать, что тут обитают демоны. Ну а, путешествуя по землям орков, будете часто видеть всякую разруху, каменюки и всякие горы из какой-то слизи. В общем, я уверен, вам понравится. Ну а на этом, пожалуй, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.